Всем привет! Наша история полна сюрпризов и загадок, но к счастью люди научились проживать прошлое заново с помощью археологии. Сегодня я вам расскажу о пяти невероятных находках, которые сумели потрясти ученых и перевернуть историю. Но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Приятного просмотра! Империя Рама Долгое время считалось, что индийская цивилизация возникла только в 500 году нашей эры. Однако открытия, сделанные в прошлом столетии, отодвинули происхождение индийской цивилизации на несколько тысяч лет. В долине Инда были обнаружены города Харапа и Махенджадара, которые были идеально спланированы, даже по современным меркам. Культура Харапы также остается загадкой. Ее корни скрыты в веках, а язык до сих пор не разгадан учеными. В городе нет зданий, которые свидетельствовали бы о различных социальных классах. Нет храмов или других культовых сооружений. Ни в одной другой культуре, в том числе Египте и Месопотамии, не было такого уровня планирования городов. Нанмадол Искусственный архипелаг общей площадью 79 гектар, состоящий из 99 островов, связанных с системой искусственных каналов. Известен также как Тихоокеанская Венеция. Расположен на юго-востоке острова Панапе, части Каролинских островов, и до 1500 года нашей эры являлся столицей правящей династии Содилер. Нанмадол означает промежутки, имея в виду систему каналов, пронизывающих его. Комплекс Нанмадол возник, вероятно, между 1285 и 1485 годом, а построен был правящей династии Содилер. При них начали закладывать эти острова и строить здесь различные здания. Правители Содилер однажды были отсюда изгнаны, что именно послужило причиной неизвестной по сей день. Однако легенда гласит, что Бог Грозы приложил к этому руку. По другой версии, Нанмадол был просто завоеван жителями соседнего острова Касрае. В 19 веке исследованием острова занялись европейцы и американцы, обнаружив его совершенно заброшенным. Однако многие жители и по сей день верят, что это место населено духами. Часть разрушенных каменных поленец находится под водой рядом с берегом. Камни покрыты толстым слоем кораллов. Строение у берега находится на глубине около 20 метров. Как известно, уровень океана в средние века был ниже существующего всего на 1-1,5 метра. По этим признакам можно судить, что династия Содилер скорее всего использовала останки более древних разрушенных ранее сооружений, формой назначения которых ныне предположить невозможно. Фундаментом для островков стал коралловый риф, а на них устанавливали друг на друга массивные базальтовые монолиты. Монолиты имеют естественную призматическую форму от 5 до 8 граней. Для строительства Нанмадола было доставлено 1000 таких мегалитов, некоторые из которых достигают 5 метров в длину и весят более 5 тонн. Один из угловых камней фундамента по оценкам специалистов весит 50 тонн. Если предполагать, что сооружения строились методом тени толкай, то по расчетам Нанмадол был построен усилиями огромного числа рабочих, причем строительство вероятно продолжалось не одно столетие. До сих пор не найден ответ, каким образом огромные глыбы доставлялись на Нанмадол. По одной из гипотез базальтовые монолиты передвигали, используя в качестве опоры наклоненные стволы пальмовых деревьев. По некоторым признакам можно судить, что комплекс Нанмадол был культовым сооружением и играл центральную роль в религиозной жизни общины. Удалось идентифицировать храмы, гробницы и общественное здание, тюрьму для содержания узников и так далее. Скорее всего, главным божеством был бог грозы, что неудивительно, учитывая, что здесь выпадает до 4922 миллиметров осадков в год, а в священных прудах разводили морских животных. На специальной церемонии воздавали почести священному угрю. По одной из версий, кормя его вареным мясом черепах. На территории комплекса стоят четыре больших мавзолеи, которые прекрасно сохранились до сегодняшнего дня. Многие здания разрушены настолько, что восстановить их первоначальную высоту не представляется возможным. Пумапунку и Тюанако. Пумапунку – мегалитический комплекс рядом с древним даинским городом Тюанако в Южной Америке. Возраст мегалитических руин крайне спорный, но археологи единодушны в том, что они старше пирамид. Предположительно, руинам 15 тысяч лет. Массивные камни, использованные в строительстве, вырезаны и подогнаны друг к настолько точно, что можно не сомневаться, строители явно обладали развитыми знаниями о резке камней и геометрии, и у них были инструменты, позволяющие это делать. В городе также была функционирующая ирригационная система, канализация и гидравлические механизмы. Останки солдат Первой мировой войны в Альпах. С таянием льдов начинают всплывать тела солдат Первой мировой войны. В 2014 году останки нескольких погибших во время Первой мировой были обнаружены в растаявших альпийских льдах. Почти все они хорошо сохранились и превратились в мумии. Вместе с ними были найдены фотографии военных лет, карты и даже продукты, которые отлично сохранились в холоде. Солдатам устроили настоящие военные похороны. Теперь главной задачей является сохранение этого наследия. Колумбийский генетический диск. В Колумбии был найден необычный и уникальный предмет, который назвали генетическим или эмбриологическим диском. Диаметр находки составляет 27 сантиметров, а вес около 2 килограммов. На диске изображены этапы развития эмбриона. Изготовлен он из редкой породы камня Ледита. Некоторые уверены, что находка это древнейший и ценнейший артефакт. Однако другие считают, что это качественная, но всего лишь подделка. На данный момент археологический комитет Колумбий так и не признал в обнаруженном генетическом диске ценный артефакт. Однако другие исследователи и ученые этот факт не только не останавливает, но еще больше настраивает на поиски доказательства его подлинности. Сообщается, что в коллекции дизайнера, который обнаружил диск, есть инструменты явно медицинского назначения, так как они имеют небольшие размеры. Есть предположение, что это и были инструменты древних генетиков. Но и здесь каких-либо доказательств или точных фактов просто нет. Поэтому делать выводы о таком спортном артефакте можно совершенно разное. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Обязательно подписывайся на канал и ставь лайк этому видео. Удачи и до встречи в будущем.